Вот история, о которой уже позабыли, но Виктория Нуланд, продвигающая конфликт на Украине, она помогла начать его. В январе прошлого года грозило взорвать северный поток, чтобы Россия не могла поставлять газ в Европу, помните? Я хочу быть откровенной с вами сегодня. Если Россия вторгнется в Украину, то так или иначе, северный поток-2 не будет завершен. А затем в сентябре кто-то взорвал газопроводы, и это стало крупнейшей техногенной экологической катастрофой в истории. Если беспокоитесь об изменении климата, вы должны быть в слезах из-за количества углерода, оказавшегося в атмосфере. Для нас совершенно очевидно, что в этом была замешана администрация Байдена. Мы сказали это, и нас тут же осудили левые и все СМИ, как агентов Путина. С чего бы это? И, кстати, когда мы действительно вступим в этот конфликт, что они сделают со всеми, кто будет против? Они станут наказывать людей, вот увидите. Но при всем при этом, мы были немного удивлены, увидев, как Виктория Нуланд фактически признала на прошлой неделе, что это ее заслуга. Смотрите. Сенатор Круз, как и вы, я думаю, что вся администрация была очень рада узнать, что Северный поток-2 теперь, как вы любите говорить, груда металла на дне моря. Она в восторге от этого. Когда это случилось, они говорили, мы сожалеем об этом, понятия не имеем, кто это сделал. А если вы думаете, что мы как-то причастны, то вы Путин. Тулси Габбард, бывший кандидат в президенты, она присоединяется к нам. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Значит, они теперь просто признают это, и никто ничего не говорит? Почему? Я думаю, что есть две очень важные вещи, которые американский народ должен извлечь из того, что вы только что изложили. Первое, это заявление Виктории Нуланд только что раскрыло правду о ней и администрации, о том, что они все это время врали нам об этом. Не может быть, чтобы Соединенные Штаты не были вовлечены, либо не знали об этом, или как минимум не одобрили это. Они лгали нам, обманывали нас, говоря, послушайте, Соединенные Штаты тут абсолютно ни при чем. В то же время пытаясь продать нам абсурдную ложь, что, ну конечно, Россия каким-то образом уничтожила, подорвала собственную энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить собственным экономическим интересам. Это показывает, насколько глупыми они нас считают, чтобы мы купились на столь абсурдные доводы. Их ложь еще раз показывает, что мы не можем верить ничему, что они говорят. Нельзя доверять ни одному из нарративов, подаваемых мейнстримными СМИ. Второе, что важно признать, и что очень опасно, они создают прецедент своими заявлениями и своими действиями, что сейчас, что теперь приемлемо, по сути, использовать саботаж инфраструктуры в качестве приемлемой стратегии. Мы должны оценить наши собственные уязвимости в этой области, будь то подводные кабели, системы связи или финансовые системы, наши сети электроснабжения и уязвимости энергосистем. Список очень длинный, логика предельно проста. Слушайте, если нормально бомбить и разрушать инфраструктуру России, то почему бы тогда кому-то другому не прийти и не атаковать нашу собственную, пользуясь ее уязвимостями? Вот в какое положение поставили нас ястребы войны в Вашингтоне. Нас, американский народ. Все это, чтобы сказать, мы делаем это, чтобы защитить вас, мы пытаемся защитить демократию, но их действия подвергают нас больше опасности и подрывают нашу демократию. Потому что у нас не может быть функционирующей демократии, если мы не можем доверять словам наших лидеров. Ну и их вообще не волнует демократия, но попомните мои слова. Верно. Любой, кто обвинит их во лжи, например, они уже осудили вас, как нелояльного американца, хотя вы служили стране в военной форме. Если этот конфликт ускорится, они будут преследовать вас и всех остальных, кто обвинял их во лжи. Все. Наверняка. Тут все зависит от американского народа. Только мы, в смысле, на что им надеется? Их надежда в наших руках. Уволить, избавиться от этих лживых политиков-милитаристов и перестать слушать чушь, которую распространяют мейнстримные СМИ и техногиганты, и встать на защиту правды ради нашей страны, безопасности и свободы. Аминь. Толси Габбард, рад был видеть вас сегодня. Спасибо, Такер. Толси Габбард Толси Габбард